Пока здесь кипит суп, на поляне кипят нешуточные страсти. Синие против красных. Это по цвету щитов. Под доспехами обычные сочинские школьники впервые в жизни почувствовали себя богатырями. Получили не только теоретическую, но и практическую подготовку. Это прям захватывает дух. Прямо это красиво. Вот реально веришь, как будто ты в Средневековье, во времена богатырей. Туристическая поляна в Большом Кичмай ежегодно принимает несколько тысяч ребят со всех районов курорта. Но военно-патриотический слет здесь проходит впервые. Сюда приехали больше 400 участников военно-патриотических клубов города, отрядов юнармии и казачьей молодежи. Наша задача – показать им, что это направление правильное, интересное, и это направление объединяет всех. Программа лагеря трехдневная, и программа лагеря очень насыщенная. Здесь нет ни одного свободной минуты. Гостями слета стала дружина святорусского богатырства из духовно-культурного Кремля «Богатырская Слобода». Это в Тольятти. Поклонники средневековой славянской культуры даже палатки разбили тематические. Здесь же, на поляне, организовали мастер-классы по необычным для современного человека боевым навыкам. Ведь в умелых руках богатыря даже камень – грозное оружие. Максимально набери! Спортивно-культурная программа «Богатырская Силушка» – это и выступление богатырей в полных исторических доспехах, и стрельба из рогатки, и древнерусский тир, и богатырские забавы. Возрастного ценза нет. На ресталище пускают даже самых маленьких. Тольяттинский духовно-культурный Кремль «Богатырская Слобода» – уникальный проект внутреннего национального туризма России. Визитная карточка Самарской области. Программу поддержали и в Министерстве обороны. Мы прививаем любовь к своему отечеству, военно-патриотическую любовь. Многие из этих людей пойдут служить в армии. Для меня это очень важно принципиально, потому что мы заинтересованы в комплектовании хороших ребят, готовить из них офицеров, защитников Родины, солдат. Главное, чему учат юных сочинских патриотов – неправильно драться, а правильно думать. Кредо богатыря – люби Родину и уважай противника. Поэтому и бой здесь заканчивается не подсчетом условно пострадавших, а дружескими объятиями.